Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Делай Сам. С вами снова Алексей. А вам хорошего настроения, хорошего просмотра. Недавно я делал вот такую приспособу для заточки сверла. Да, я не умею точить сверла, но больше всего меня удивило те комментарии, которые пишут «Да я точу сверла без всяких приспособлений!» А зачем ты нашел этот ролик, чтобы посмотреть, какая приспособа для заточки сверла? Вот это самое интересное. Я сейчас выведу немножко комментариев, посмотрите. Немножко похейтим их. Вот, а сегодня хочу показать, да, я сегодня потренировался, понабивал руку, хорошо не глаз, как затащивать сверла. На мой взгляд, у меня довольно-таки неплохо получилось. Сейчас все продемонстрирую. Друзья, в общем, сегодня тренировался. Вот так вот, вот так вот. И по итогу у меня получилось вот такое вот сверлышко с хорошей затыловочкой. Как видите, перемычка минимальная. Вот такое вот сверлышко. Оно древнее, точил сегодня его сам. Набивал, как говорится, руку. Ну, давайте посмотрим, так угол у нас, как видим, все одинаковенько, все четко. Давайте попробуем на металле. Металл на самом деле это бронелист. Так, сверлышко показываю, что то же самое. Как видите, идеально. Стружечка хорошенько, ровно выходила с двух канавок. И самое главное, ровное отверстие. И причем это делают дрелью, и, как видели, ничего не кернил. В другом месте прям попробуем. Ну, так же, видите, ничего не керню. Так, видно, не видно, что выходит с двух канавок одинаковая стружка. Так, вот видите, все ровненько идет. Идеально. Ну, давайте попробуем теперь наточить без всяких приспособств, все-таки это сверло. Точить будем на наждаке. Специально нашел, специально принес. Смотрите, ребят, каким образом я пришел к выводу. То есть, я выставлял угол 30 градусов. И вот таким вот моментом я это все делал. Потом переворачивал и делал. Когда довел, убирал перемычку. Вот таким вот способом. С двух сторон. То есть, видно, она плотненько вот так прижимается. И вот она у нас, чтобы перемычка была минимальная. Давай сейчас я его специально затуплю. Ну и поехали. Ну и поехали. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Вот так вот получилось. Угол одинаковый. Длина плеча одинаковая. Видите, перемычка большая. И она, как на удивление, у меня получилась прям ровненькая. Сейчас я ее немножко уберу, подровняю. То есть, сейчас я с этой стороны немножко срежу в наждаке. И с противоположной стороны немножко срежу вот тут на наждаке. То есть, тем самым я дойду до сюда и уменьшу саму перемычку. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Немножечко сейчас подправлю. Ну и давайте прямо на ваших глазах это все сделаем. Как видите, идеально. Даже еще не успел остановиться. Можно еще одно отверстие успеть сделать. Красота. То есть, друзья, мы добились с вами хорошего качества реза. У нас имеется затыловочка с двух сторон. Небольшая перемычка. Острое-острое пирожное шею. Вот так вот получилось. Класс! Друзья, так что вот таким вот способом можно легко научиться тащить сверла. Взять немножко себе времени, дать. И попробовать поучиться, постараться. Можно взять новое сверло и на нем посмотреть, какой угол выставить. И добиваться. Я поэтому специально не стал рассказывать какие там углы, что я примерно показал. Там 30 градусов, общая 120 получается. В общем, вот таким вот способом я сам научился тащить. Если вы не умеете, учитесь, и я буду тоже дальше учиться, и буду совершенствоваться. Еще хочу попробовать на глендере, другим способом немножко поточить. Но это все будет дальше. Если интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваше мнение. На сегодня же я прощаюсь. Вам желаю крепкого-крепкого здоровья. До новых встреч. Пока-пока. По аналогии тащил и другое вот сверло. Наверное, восьмерочка. Давайте попробуем его. Без проблем. Ровненькое отверстие. Все четко. Субтитры создавал DimaTorzok